итак доброе утро доброе утро дорогие друзья всем добро добрейшая веселейшая прекраснейшее утро и мы продолжаем продолжаем изучать божественную мудрость вот присоединяются к нам самые умные духовные продвинутые люди рунета и выключаем комментарии в инстаграме все мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона включаем какой должна быть женщина какой должна быть женщина спецификация знаете есть как бы чек-лист чек-листа который дал царь соломон мудреж из людей знал лично проверил 700 джон у него было и он поэтому чек-листу выбирал и знаете что интересно оказалось в конце концов поговорить мужчину 1 на 1000 нашел я женщину ни одной из всех не нашел и то есть он вот так вот долго искал искал и вот под эту спецификацию он не нашел ни одну женщину то есть я думаю что это он имел ввиду что женщина как которая была бы вот такая полностью совершенная ее нет но но зачем тогда мы должны это изучать мы должны изучать это чтобы знать к чему стремиться когда у человека есть понимание понимание четкий план каким он должен стать даже если он это не достигнет то ему принципе есть чем заниматься то есть этот это жизнь этот жизненный путь который мы здесь проходим это самосовершенствование то есть мы приходим сюда как заготовки дать и до в этот мир маленький ребенок дальше из этой заготовки он сам должен сделать человека поэтому когда бог создавал человека написано прям сказано так что на сайт адам сделаем человека и спрашивают кому он сказал бог сделаем человека он же бог он творец он создатель есть которые отвечают что отсюда мы учим скромность и так как бог до этого создал все мироздание и человек это был как венец творения да то есть это был уже он был следствием того мира который уже был создан так бог сказал всему мирозданию сделаем человека да то есть начале он создал всю вот эту вот систему законов которые работают в этом мире и так далее и в итоге как следствие да как вишенка на торте вот тебе человек то есть вся эта система создала человека теперь есть которые говорят что это надпись не надпись это то что бог сказал на сайт адам сделать человека это он стал самому человеку он ему говорит ну что говорит адам теперь давай за работу сделаем то есть у тебя свобода выбора выбирай создавая себя и это то чем мы занимаемся человек создает себя и получает результаты от того каким он является но даже то как он оценивает результат того человека это ответственность потому что вот есть два человека смотрят на одну и ту же картинку даже один человек смотрит на одну ту же картинку в разном состоянии он по-разному ее воспринимает картинка я имею ввиду жизненные обстоятельства какие-то события хорошо значит мы дошли давайте вернемся к женщинам вернемся женщинам мы дошли до 16 17 отрывок мы закончили в семнадцатом отрывке царь соломон говорил что она должна быть подпоясана силой в тазовой в тазу да то есть дословно переводится хагра баос матнея подпоясана сила ее ноги в это амэн заратыя и сильные такие да сильные у нее руки все мы это уже разобрали эта женщина должна быть тоже физически сильная не только женщина мужчина тоже должен быть физически сильным 18 отрывок там аки то в сахар а значит там аки софра китов там аки то в сахар а логик бэ вала и ланера значит дословно переводится так там а это как кушает литом это как покушать китов сахара как бы она кушает то что она наторговала то есть мы в предыдущем знаем что она была должна быть как они от софер как корабли купеческие которые занимаются международной торговлей но здесь когда она есть то что она кушает лоих бэ балай ланера не 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 гаснет ночью ее светильник значит она вроде бы все зарабатывает и могла бы спокойно ночью встать тут она и рано встает и все могла бы ночью спать значит а она такая трудолюбивая такая работящая что ей нравится сам процесс того что она делает поэтому она не только не только она рано встает но она еще и поздно ложится то есть вот интересно есть такое выражение мне кажется она очень и очень имеет смысл что у человека должна быть такая цель которая его поднимает с утра с кровати то чтобы ему хотелось вставать я помню когда-то я когда эту идею первый раз услышал я прям пронаблюдал иллюстрацию когда старший сын ему было может быть шесть лет или семь лет он был еще маленький и они должны были с классом ехать на куда из и на куда экскурсию и они выезжали уже из хэтера они выезжали в шесть утра нужно было быть к шести в хэтере обычно он к восьми тяжело просыпался мама его поднимала ну знаете как бывает дети вот они не хотят идти в школу тяжело встают к восьми утра а когда они ехали с классом первый раз на куда экскурсию то в шесть утра должны были уже выезжать так он он на вечером он не хотел ложиться он хотел быстрее быстрее чтобы наступила утро вот в итоге он решил чтобы не терять утром время на то чтобы переодеваться он решил спать одетым решил спать одетым и рюкзачок приготовил с вечера собрался все вечером собирался на эту экскурсию утром в пять утра он уже стоял возле дверей и кричал что я хочу бежать быстрее в хэтер чтобы не опоздать 5 утра и в итоге я помню я его тогда провожал, мы пришли к Эдеру, и оказалось, что он уже был не первый. Еще несколько детей уже были там, потому что так они хотели поехать на эту экскурсию. Когда у человека есть какая-то цель, какой-то процесс, который его захватывает, увлекает, вовлекает, ему есть что делать, то естественно, что он будет и утром рано вставать, и вечером он будет поздно ложиться. То есть, он будет полностью в потоке вот этого процесса. И это то, что здесь сказал Царь Саламон, что женщина, которая доблестная жена, она получает плоды того, что она наторговала, но даже ночью не гаснет ее свеча, она занята еще чем-то. Я здесь вспомнил одну такую известную историю. Когда-то сидели несколько человек и обсуждали разные вопросы. И один из них был Портной Рабинович. И спрашивают, ну, они затронули такую тему. Вот если бы вы были президентом, как раз, видно, обсуждали дворец президента, и они обсуждали тему, вот если бы ты был президентом, как бы ты себя вел? Что бы ты делал? И, в общем, все высказались, и последний выступал Рабинович. И он говорит, вы знаете, если бы я был президентом, я жил бы лучше, чем президент. Все такие на него смотрят, говорят, в смысле, что ты имеешь в виду? Как бы ты жил лучше, чем президент? Он говорит, вы знаете, я бы днем, я бы жил как президент. Я бы использовал все возможности президента. А ночью, он говорит, я бы еще немножко шил. Я бы еще ночью немножко шил. Я бы больше зарабатывал. То есть, он же Портной. Он говорит, я бы все делал днем как президент, а ночью еще бы немножко шил. Понятно. Так вот, здесь вот этот вот момент, что ночью не гаснет ее светильник, что она и ночью чем-то занимается. Чем заниматься ночью? Тора здесь, я вам скажу сейчас две вещи, которые сказаны в Талмуде про ночь. Первая сказанная вещь в Талмуде про ночь, что был такой Раби Ханина Бен Хахина, его звали в Перте, вот это в Мишне, и говорит ночью, и тот, кто идет в путь один, свое сердце заполняет пустотой, какими-то пустыми вещами, он ставит под удар свою душу, то есть, он ставит в опасность свою душу. Тот, кто ночью не спит, и один он ходит по пустынным каким-то дорогам, и занимается пустыми делами, он в этот момент находится в очень опасном месте, даже если он хороший человек, даже если он... Сколько у меня есть историй, знакомые люди, которые ночью шли, зашел не туда, ночью там пьяный, там бандиты, там арестовали, там то... Ночь – опасное место. Это первое, то, что нам говорит Тора. Теперь второе, то, что говорит Тора. Ночь – это время для изучения тайной мудрости. Представьте ночь о изучении тайной мудрости, то есть, вот есть люди. Каждый человек, он как Wi-Fi такой, и он производит много мыслей. Иногда вслух говорит эти мысли, если вслух не говорит, то в день у человека 70 тысяч мыслей крутится в голове. Представьте день, город, миллион человек, и у всех вот так вот жужжит, как включены компьютеры, и каждый излучает очень много шума, ментального шума, духовного шума, физического шума. Теперь есть люди, которые изучают Тору, именно какие-то тайны Торы, которые хотят понять, постигнуть, как устроено мироздание. Они такие прям очень глубокие. И им нужно услышать, то есть, это же не то, что человек думает. Человек, когда он думает, он присоединяется к тому знанию, которое есть у него внутри. А если он глубоко-глубоко заходит в свой внутренний мир, то он уходит в духовный мир. И вот эти все мыслители, помните, есть такая статуя Роденовский, мыслитель, вот так вот он сидит. Говорят, что Исаак Ньютон, он сидел часами, когда он пытался открыть какой-то закон, понять, как это работает. Он сидел вот так вот, бывало, по два, по три часа, не двигался с закрытыми глазами, и погружался в погружался в свой внутренний мир, пытался нащупать вот ту мысль, которая ему даст ответ, как инсайт такой, да, ответ на вопрос, почему это яблоко падает. Вот он сидел и думал, что ну падает это яблоко мне по голове. Каждый раз еду, яблоко падает по голове, верх не взлетает. И он, обычный человек, ну там упало ему яблоко на голову, терпич, он особо не парится. А Ньютон, он сел и два часа думал, 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 потом бах, Эврика открыл, открыл что-то. Эврика это не он сказал, это другой сказал. Теперь ночью, большинство людей спят, большинство людей ночью спят, и поэтому мудрецы, которые хотели постигнуть вот эту вот глубинную духовную мудрость, они ночами сидели и вдумывались в божественное творение, они повторяли святые книги, книги пророков, и когда они повторяли слова Баришит, Бара, Элоим, вначале сотворил Бог и вдумывались каждое слово в каждую букву, визуализировали это, сквозь вот эти вот буквы они присоединялись к, находили вот этот выход в Wi-Fi духовный, и иногда им открывались совершенно удивительные вещи. Значит, это второе понимание, вся эта песня, она не только о женщине, какой должна быть женщина, она еще о Торе. Хорошо, девятнадцатый отрывок. Девятнадцатый отрывок. Значит, Ядея шил хабатишор, ВКП там ху фалех. Значит, написано, что она руку ее, она посылает к прялке. Раньше женщина, не было такого, пошла в магазин и купила одежду. Не было магазинов. Она должна была эту одежду сшить. То есть, женщины сшили себе одежду сами. В этом было их самовыражение. Но для того, чтобы сшить одежду, нужно было вначале на Ядея шил хабатишор. Она руку свою посылала к прялке. ВКП ее кисти там ху фалех. Они держали веретено. Это была очень сложная такая медитативная работа. Сидит она с этим веретеном. Тут она нитку вот так вот тянет из этой шерсти или из льна. И на веретено накручивает. И вот она сидит так по полдня. Она тянет, накручивает, тянет, накручивает, тянет, накручивает. И поет какую-то такую мелодию такую, да. И входит она в такое трансовое состояние. Может быть. Значит, но здесь 19-й отрывок, он без 20-го нам непонятен. То есть, если мы смотрим отдельно, ну, хорошо, должна женщина уметь прячь. И непонятно. 20-й отрывок. Капа парса лиани. Потом она свою ладонь она дает, открывает бедному. В Эйадея шил халевион. И руки свои она посылает нищему. Чем отличается бедный от нищего? У нищего ничего нет. То есть, это те, которые ходили, вот бомжи такие, да, попрошаете. У бедного у него бывает, что не хватает, нет сейчас денег и так далее. Но он просто в данный момент у него плохое финансовое положение. Поэтому написано, что она ладонь открывает бедному, чтобы спокойно, ну, как-то более спокойно. И руки она нищему, то есть, она больше помогает тем, кому совсем плохо. Теперь смотрите, что получается. Используется в 19-м отрывке руку она посылает к прялке, а ладони ее держат веретено. Потом написано, ладони она дает бедному, а руку она дает нищему. Значит, что имеется в виду? Когда она выполняет, казалось бы, монотонную, совершенно скучную работу по пряде, ну, то есть, она делает нить и делает нить она, да, это верите, но ничего там нет особо такого продвинутого интеллектуального. Монотонная, рутинная работа. Но в этот момент она думает о том, что в дальнейшем она, как бы, плоды этой работы она поможет. Она будет помогать бедным, помогать нищим, обездоленным и так далее. И получается, что вся ее работа физическая, вся ее рутинная и монотонная работа, она, так как она изначально в мыслях, она думает о том, что она будет помогать плодами этой работы бедным и обездоленным, это становится духовной работой, выполнением заповеди, и это ее присоединяет к Богу. Как говорил раби Йосиф Пертьявот, он говорил, что Все твои действия пусть будут во имя небес. И тогда даже простая работа, даже физическая работа, даже работа рутинная и скучная превращается в служение Богу, в духовную работу, в духовный рост. Если твоим намерением являются плоды этой работы каким-то образом посвятить на духовность. Есть известная притча на этот счет, как один мудрец проходил и увидел трех человек, которые носили камни, работали на стройке. И он спросил у одного, который ходил совершенно с таким вот грустным таким вот лицом, он говорит, извините, а что вы делаете здесь? Тот говорит, а ты что, не видишь, что мы делаем? Мы камни таскаем, таскаем тяжелые грязные камни. Второму, который ходил с более радостным лицом, но такой собранный, сосредоточенный, этот мудрец его спрашивает, извините, а что вы здесь делаете? Тот говорит, я зарабатываю деньги, я здесь на работе, зарабатываю деньги для своей семьи, вот, каждая там час, столько-то денег я зарабатываю. Он третьего спрашивает, а третьего он как раз ходил, вот как раз третьего он видно слышал, это 19-20 отрывок 31 главы Мишлей, и он прямо летал с этими камнями, такой он был очень одухотворенный. И его мудрец спрашивает, говорит, скажите, а вы что делаете? Он говорит, а я строю храм, я, говорит, часть денег от своей работы посылаю семье, часть денег я посылаю на строительство храма, и получается, что я, вообще вся моя работа, но главное в моей работе, это не то, что я ношу камни, и даже не то, что я зарабатываю деньги, главное, это то, что я строю храм, я мыслями там. И вот это вот то же самое, что здесь отражено, 19-20 отрывок. Она сидит, делает ткань, но ее потом руки она дает, помогает бедному и нищему, значит, то, что она работает, вся ее дневная работа, она была для того, чтобы помогать, делать добро. Понятно? И 21-й отрывок, 21-й отрывок говорится так, лотирали бейта мешалек, значит, не боится ее дом снега, теколь бейта лавушаним, потому что все в ее одежду. Так написано. То есть, 21-й отрывок он дает нам, уравновешивает, уравновешивает, дает гармонию. То есть, есть такие женщины, которые, женщины, мужчины, люди, которые всего себя решили посвятить другим людям. Например, была мать Тереза. Образно, я просто взял ее как пример, который многим знаком и многие слышали. Она была католическая монахиня, и у них почему-то есть в христианстве, причем это появилось где-то около тысячи лет назад, у них появилась такая идея, что человек, который себя посвящает духовности, он не должен жениться. Идея очень странная, потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю. И если люди, особенно духовные люди, они перестают размножаться, так кто же будет населять тогда землю? Непонятно. Поэтому в религиозных, например, еврейских семьях очень много детей и обязанность, человек обязан жениться, просто обязан жениться и плодиться и размножаться. Теперь, ну возьмем ее, она пожертвовала собой ради духовности, назовем это так. Есть люди, которые, например, у нас есть знакомые, такие очень святые люди, вот я наблюдаю за ним, но они, из-за того, что они очень хотят помогать другим людям. Вся их жизнь направлена на то, чтобы делать добро. Они не успевают своим детям уделить внимание своему дому. Дома у них не очень красиво, иногда не убрано и так далее. Самый большой для меня был урок в этой сфере в уравновесить, вот что важнее, семья или добрые дела или духовность. Разве хранятся дети в раха и вот когда они приехали, когда они приехали в... Они семь лет по шаббатам и по праздникам не виделись, не были дома вместе. Почему? Потому что его жена работала в... Его жена работала в Ешиве, в столовой и она там организовывала шаббаты, праздники и так далее. А Рав Зильбер, он всего себя посвящал помощи другим людям, другим людям. И вот семь лет они даже не виделись по шаббатам и праздникам. Дети были то с мамой, то с папой и так далее. Но, слава богу, у него все дети были большие ца дети, праведите, они тоже с детства, с первого дня видели вот ту самоотверженность, которой их родители посвящали свою жизнь помощи другим людям. Теперь, но был один момент, Равыцка говорит, что вот я всю жизнь, у меня есть этот вопрос, правильно ли я поступил или нет. Когда его жена, она с инсультом попала в больницу, с инсультом, он инсульт это был, она попала в больницу и он приехал в больницу и была очень критическая он должен был ехать, какой-то человек, он сказал, что я сделаю обрезание только если приедет Равыцкак. Мнение по этому счету говорил, он правильно ли я поступил, что уехал, оставил ее в больнице. Но он говорит, почему я уехал, я думал, что выполняя заповедь Бога, я ей принесу больше пользы, чем если я буду просто рядом с ней сидеть. То есть, когда я выполняю заповедь Бога, тогда для нее, для семьи больше пользы. Но здесь нам царь Соломон говорит, что все-таки, при том, что эта женщина, доблестная жена, она помогает, она готовит, она помогает бедным. Она, 21 отрывок, она помнит всегда о своем доме и у нее в доме всегда все убрано, тепло и вся ее семья одеты в шерстаную теплую одежду, чтобы не болели. Вот такая вот идет идея, чтобы уравновесить то, что человек делает вовне для других людей. С одной стороны, не быть эгоистом, с другой стороны, не действовать во вред себе и своим близким. Все, удачи, удачи всем и успехов. Шаббат, шалом, всем, кто соблюдает шаббат, всем остальным благополучия, здоровья, счастья и чтобы все действия были во имя небес. Человек может свою даже обыденную работу одухотворить. И второе, то, с чего мы сегодня начали, найти такую цель, найти какой-то такой процесс, чтобы вас прямо хотелось прямо вот быть в потоке. Это очень важная вещь. И при этом, чтобы это было связано с сослужением Всевышним, с улучшением мира и помним о своих семьях, тоже очень важно, чтобы все начинается с мира в семье. Шаломбайт, это главное, где проверяется, насколько у человека его качества, характера, его качества, насколько они развиты, да, такие прокаченные. То есть, это все очень видно в семье, потому что снаружи это не так видно, а вот в семье сразу видно. Если у тебя есть какие-то сбои, то они сразу же проявляются. Все, удачи, успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok